Перед нами воин середины 10 века, скандинавский. То есть у него на голове шлем из Гермунд Бю. Он одет в клепаную кольчугу, клепанно-сеченую. Вооружен мечом типа Х. За спиной у него дощатый щит деревянный, с умбоном металлическим. И он одет в такую достаточно простую, но тем не менее, крашеную красивую одежду, которую сейчас не видно из-под доспехов, и кожаную обувь. Вот такие ребята, собственно, и бороздили воды Балтики, Северного моря. Ходили. Судя по тому, что у него молот-тор, он еще и язычник добавил. Один из последних, в 10 веке уже, наверное, крестились, но вот он еще задержался. Еще верит Водина. Сколько стоил такой комплект одежды? Ну, пару деревень примерно. То есть это достаточно дорогие все предметы, потому что железо очень дорогое, его добывать трудно. Плюс тонкая выделка, особенно меч. Потому что меч это вообще такая штука, достаточно сложно изготовимая. То есть надо длинную полосу отковать, нормальную закалить по всей длине. Поэтому кольчуга, шлем, меч, это говорит о том, что деньги у парня водились. Ну, может, не у него самого, может, его там Конунг снарядил. Может, он такой знатный воин, что его прям вооружил Конунг, лично подарил ему кольчугу, шлем. А может быть, его родители снабдили, мы пока не знаем. Это как бы останется за пределами нашего повествования. Меч каролинского типа, у него эфес тип Х по Петерсену. То есть такие мечи характерны для 10 века, то есть с начала 10. И в 11 они чуть уже трансформируются, там гарда меняется, появляется новый тип М. А так, достаточно простое оружие, не инкрустированное, не украшенное. То есть уже в 10 веке поняли, что, в общем-то, оружие становится более утилитарным. Вот, и уже меньше, да, переходит на серийное производство, стали меньше его украшать. Обувь у него кожаные ботинки, они шьются из одного куска, то есть у них там всего один шов снизу, по-моему, да? Да. Вот, то есть такие достаточно простые. Из одного куска кожа сшита. Дальше идут обмотки на ногах, штаны, то есть обмотки застегнуты на крючок. Вот, и дальше идут штаны, штанцы такие у него симпатичные. Ну, снимать, я думаю, не надо. Не будем снимать штаны. Вот, и рубаха пододетая, там еще под кольчужная рубаха кожаная. О, кожаная? Да, ну, потому что кольчуга не терла одежду, потому что одежда мажется. И, соответственно, кольчугу уже обрабатывают, жиром мажут, чтобы она не мазала одежду, одевают кожаную. Ну, не обязательно кожаная, могла быть и тканевая. Просто ту, которую не так сильно жалко будет. Какой вес комплекта? Ну, кольчуга весит порядка 10-12 килограмм, плюс шлем в районе 4 килограмм. То есть 16 килограмм примерно на нем одето, плюс щит несколько килограмм, тоже 2-3 килограмма. И полтора килограмма меньше. То есть 30 килограмм общей сложности будет, 27-25-30, вот так, плюс-минус. Почему вот тут ничего не защищено, вот эта часть? Чтобы дышать хорошо, вот, то есть нужно, чтобы было свободное дыхание, чтобы не сбивалось дыхание, это важно. Поэтому, плюс они же не использовали таранный удар копьем, там, как в кавалерии, поэтому, в принципе, не нужно этого. Еще не придумали. Очень важен был обзор, то есть если будет низ закрыт, он не будет вниз видеть хорошо, соответственно, по ногам легче будет ударить его мечом, там, или копьем. На ногах нету доспехов вообще никаких, никакой защиты нету. Да, поэтому это довольно опасно. А руки, ну, вот эту, две руки тоже? Ну, рука, рука, одна часть тулащи закрытся щитом. Вот, когда держит щит, у него, соответственно, рука прикрыта щитом, он бонум. Во второй руке у него меч, и там гарда тоже прикрывает. Ну, он может стать. Вот, то есть, соответственно, у него одна рука закрыта щитом, а вторая закрыта клинком. А круглый щит почему? Почему не плоский, чтобы там ноги закрывать? Ну, он удобен для фехтования, он во все стороны одинаковый, соответственно, им можно крутить хорошо. И для фехтования, для такого открытого боя, не строевого, а такой щит наиболее оптимален. То есть он позволяет и отражать, и защищать. Ну, такой компромисс такой, скажем. Какие основные удары были? Ну, соответственно, рубящий удар сверху, колющий удар, рубящий удар вниз по ногам. То есть, в общем-то, тремя ударами обычно и обходились. Никаких там сложных техник в то время особо не практиковали. Куда старались попасть? Щитовая нога, вот по щитам ударить по ноге очень хорошо. Попасть в плечо, вот туда, вот сюда, вот в эту часть, вот сюда. То есть в мячевую руку сюда. То есть если он ударил, соответственно, рука вытянутая, сюда попасть. То есть гарантированная травма. Даже если он в кольчуге, можно ударить сильно, можно повредить руку. Вот, и, ну, колющий удары в лицо, соответственно, или куда-то в подмышку на замахе. Т Acts 15. Таа. Ты. В abge Swift. eventually,دم. Паме. Поме.